Ну и Украина хочет все мобилизировать и везде повестки раздают, и украинских мужчин прям насильно хватают свои же. Ну правда теперь непонятно, как это будут хватать, потому как тот, который возглавлял министерство, его первый зам и глава их, так сказать, госслужб, государство, госсекретарь, вот им, как говорится, ну такая у них вышла трагедия, и они ушли в мир иной. Вместе с помощницей, там еще охраной и так далее, и членами этого вертолета французского Пума, или супер Пума, или как там, вроде как это Аваков их закупал, и вроде они, ну неизвестно, секонд-хенд, а оказывается у них очень плохая коробка передач, у них эти подшипники, ну в общем-то, своя история. Оказывается, что столько денег дали и те, и другие, и всякие, и третьи, и нельзя было, что нормальные вертолеты купить, все такое какое-то глупое все, ненормальное, непонятное, проявляются разные такие вещи, приводящие к очень тяжелым, трагическим последствиям. Но давайте сосредоточимся на ситуации фронтальной. Она главная, потому что, собственно, со светом понятно, света нет, но вы держитесь, тепла нет, но вы держитесь. Ну, другие говорят, а там некоторые в Киеве, все есть, свет есть, но сейчас приняли решение, что у тех, у кого есть свет, надо, будет всем другим, у которых нет света, они должны стучать на тех, у кого в домах есть свет. Потому как, оказывается, у тех, у кого есть свет, вот многие пишут, да, у меня все нормально, свет есть. Оказывается, их дома стоят на линиях предприятий критической инфраструктуры. Поэтому вот эти всякие ДТК и прочие, они будут и такие дома, стук идет быстрее теперь звука, отключают, чтобы у них тоже света не было, как у других. Ну, все должно быть одинаково, как всегда было при коммунизме, при большевиках, что же это, выделяться, не надо выделяться. Надо, чтобы, если нету других, друзей света рядом, товарищей, соседей, так и у вас не должно быть. Как-то говорила одна дворянка, когда начался большевистский переворот в Петербурге, говорит, внученька, что там такое, что они кричат? Говорят, хотят убрать царя, а зачем? А, говорит, чтобы не было богатых. Говорит, а мы всегда думали, что надо, чтобы не было бедных. Ну, так а тут, видите, думали раньше, чтобы надо, чтобы у всех был свет, и газ, и тепло, и вода, и канализация. А теперь, оказывается, как при большевиках, должно быть, чтобы ни у кого не было света, вот тогда будет полная справедливость. Ну, все по Шарикову, по Швондеру. Не зря же Булгакова это Шобла хочет запретить, потому как он очень для них опасный в этом плане. Булгаков, знаете, такого, да, который написал «Собачье сердце», «Роковые яйца», как Лукашенко говорил. Взялся, говорит, только за масло, говорит, мясо пропало. Взялся за яйца, говорит, масло пропало. То мясо, то масло пропадает, говорит. За что не возьмешься, говорит, то и пропадает, говорит. Такой Булгаков, почитайте, хороший такой есть, небольшой произведение, «Роковые яйца» называется. Ну, давайте дальше. Так вот, что получается. Тут развернулось, то есть украинская армия нигде ничего не может сделать. Только Гайдай подает голос там возле Кременной, что там то в лесах наступают, то в поле наступают, то продвигаются, все продвигаются. Вот, ну, никак продвинуться не могут, но Гайдаю, видимо, дали такое указание, что вот он должен создавать, типа, что где-то есть продвижение. А Пригожину Путин дал указание, говорит, ты ж не только мне, говорит, по ночам наливай бушам. Надо, чтобы ты ж только говорил, что вот YouTube мы запретим, да вот соль взяли, да теперь на эту, как ее, на Кащеевку, чтобы Бахмад уже в окружении и так далее, и так далее. В общем, есть такие пропагандоны разные, пропагандисты или как они называются, им поручено. Ну, один самый главный уже, так сказать, ушел, да, что теперь Фейгин будет делать, непонятно, полная фигня теперь у них получается с Арестовичем. Идем дальше. Дальше получается, что главный, так сказать, разгорелся сыр-бор вокруг танков, помните, да? И Шольц стоит, как по нему уже эти самосвалы ездят американские и французские, и польские, и что хочешь уже и пускают эти вагонетки, но Шольц не сдается, говорит, я, говорит, леопарды не дам. А что не дашь? Ну, вот не могу, надо общее коллективное решение. Говорит, пусть Байдена Абрамсы даст, говорит, тогда я, говорит, леопарды дам. Ну, говорит, да давай леопарды. Он говорит, нет, не дам. Песня такая есть, знаете, дала-не дала, тому дала, тому не дала, не тому дала, дала-не дала, не поймешь, ну, вот Шольц в этом плане, говорит, не дам и все. А что надо, чтоб дал, говорит, надо, чтоб Байден дал. Если Байден даст, говорит, то и я дам. А если Байден не даст, то и я не дам. А что Байдену надо дать? А пусть даст Абрамсы, тогда я дам для Абрамсов леопарды. А без абрамсов леопардов не будет, не получается. Леопарды без абрамсов ну никак не получаются, только вместе с абрамсами они должны быть. Ну идем, подумаем давайте. Давайте про абрамсы поговорим. С леопардами там более понятно уже как-то, леопардов в принципе много. И у Польши леопарды, и у Испании, и у других есть леопарды. И даже на складах стоят немодернизированные леопарды в Германии там сотнями. А сколько надо? Говорит, сколько надо вам этих леопардов? Говорит, да надо, говорит, сколько надо. Говорит, сто. Ну сто ничего не дадут, сказал польский один очень серьезный военный. Говорит, сто ничего не решают. Ну правильно говорит, надо хотя бы триста, четыреста, а вообще лучше тысячу, честно говоря. Надеюсь взять, да? Ну давайте про абрамсы поговорим. Вот абрамсов оказывается очень много. Итак, давайте посмотрим сражения, недавние достаточно, в которых принимали участие эти абрамсы. Ну, во-первых, есть такая, например, называется, называлась она «Война в Персидском заливе». Представляете, 1991 год. Это ж сколько лет назад, получается, 10, 20, 32 года. Ну, Зеленский, Гермак, они еще тогда только под стол ходили, представляете? Да и залужные, все остальные. А там уже сотни тысяч танков, ну, тысячи танков участвовали. По освобождению Кувейта от иракской оккупации было 594 танка модели М1А1АШ и 1178 танков М1А1. Еще 30 машин к старому типу М1А1А1. Представляете, это же сколько получается? 1178, да еще 30. Это, считайте, 1208. И еще почти 600, 1800 танков. 1800 абрамсов уже в 91 году в буре пустыни участвовали. Вот, абрамса 1800. Иракская армия тоже имела танки 1000 Т, танков Т-72. И они сражались тогда достаточно неплохо. Но все равно абрамсы их побили, 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 побили. То есть, и сами тоже немножко их побили. Иракская война 2003-2001 за этот год. 7 лет военной кампании в Ираке. Абрамсы были активны очень. Применялись прямо целыми батальонами, бригадами. Бились они тоже и с Т-72 и так далее, и так далее. Вот. И серьезно совершили рейд вместе с Брэдли, кстати, 4 апреля на Багдад. В ходе которого было подбито 30 Т-72. И убили 1000 солдат тогда. Неплохо, правда? Поработали. Вот. Ну, абрамсы тоже немножко пострадали, конечно. В общем, было очень много сражений, сражений, сражений. И, согласно приведенных генерал-майором Такером данных, на февраль 2005 года, уже поближе, да, 70% танкового парка из 1135 абрамсов развернули в Иране, хотя бы единожды были обстреляны и получили те или иные повреждения. Но незначительные. То есть, хорошее, да, то есть, смотрите, 1135 было развернуто. Там 1800 в буре пустыни. Тут 1135. И воевали очень сильно, очень сильно воевали, воевали. К 2006 году отправили в США на ремонт 530 танков-абрамсов. Ну, все равно нормально. Потом началась война в Афганистане. 2001-2021 год. 20 лет. Отдали 1 триллион. Великобритании и Штаты потратили на взращивание талибов, чтобы тех лучшие, так сказать, опиумный мак выращивали до героина. 1 триллион долларов. И нормальненько армию талибскую воспитали. Все хорошо. Вырастили по полной программе для талибов. И это оставили там этих абрамсов навалом они. И так же, как в Ираке, кстати, тоже навал. И в Кувейте абрамсы есть. И все нормально. Ничего там страшного нет. И обслуживают их, и стреляют. Ну, про это чуть дальше. Вот. В Афганистане развернули роту 14 машин морской пехоты США. В течение года они так сражались. И дальше, дальше, дальше. То есть и в Афганистане есть абрамсы. Понимаете? То есть там тоже есть абрамсы. Видно, перевозят они сейчас для талибов опиумный мак. Может, на фабриках задействованы эти абрамсы. С их помощью, может, этот порошок белый производят. Вооруженная война на севере Ирака. 2004. Иракской армией было в 2008 году. Кем? Вы не знаете? Американцами. Передано аж 140 танков абрамсам модели М1А1. Что же случилось? А? Неужели иракские... Слышите? Этот, как там называется? Мумия этот. Байден. Неужели эти иракские солдаты, воины, танкисты лучше наших, так сказать, украинских танкистов? Вот. Ну, что ж. Повредили там им до конца 2014 года. 40 машин повредили. И 140. Ну, такое дело. К абрамсам. Тогда дали еще. Против курдов там опять добавили этих. То есть так нормально. 60 абрамсов во время битвы за Масул. Там такая была серьезная. Но, говорит, некому вышли за строя и некому их ремонтировать. Ну, некому ремонтировать. Да? В Ираке. В 18-м году за 4 года боевых действий потери иракских абрамсов М1А1 составили 80 штук по боевым причинам. Значит, ну, так это ж такое дело. Подбили 60 абрамсов, ну, разными способами. Ну, все равно. Ираксы тогда в конце 18-го года стали что-то заменять их модификацией российскими Т-90С. Непонятно почему. Вот. Ну, тем не менее, абрамсы там неплохо. Дальше пошло вторжение в Йемен. Это Саудовская Аравия передала десятки танков Абрамс. Слышите, Саудовская Аравия передала десятки танков Абрамс, кому бы вы думали, Йеменов, Йеменским каким-то отрядом. Слышите? Чтоб они воевали с хуситами. Тут, видите, целая кампания. Германия, говорит, не отдадим леопарды. А этот Байден, говорит, а мы абрамсы не дадим. Они тяжелые и тралевали. То есть, это все, дорогие мои, брехня. Дурят. Причем, видите, настолько тупые при власти в Украине стоят артисты, члены пианистского жанра, клоуны, орликины эти все, что они даже мозги не могут включить и посмотреть, где уже эти абрамсы есть, что они делали. Ну, возьми Зеленский. Ну, Зеленский говорит с трудом, конечно. Ну, хорошо, возьмите говорящего, Кулебу там еще каких-то подберите, говорящих. Подалека возьмите, он тоже хорошо. Ну, Арестович, ну, тут такой, он шаткий. Он тут туда-сюда, куда ветер дует, туда, говорит, мы и дуем. Ну, говорит, подберите каких-то, пусть они же хоть вам хронологию абрамсов сделают. Поэтому, смотрите. На август 16-го года потеряли эти, Йемен потерял 20 саудовских абрамсов М1А2С. Ну, ничего ж, так сказать. Уничтожались они ОТРК Луной. Подорвались на каких-то этих фугасах немножко. Вот. Ну, 14 танков абрамсов к концу 15-го года было потеряно. И били их в основном противотанками и комплексами. Малютка, конкурс и фагот. Ну, то такое дело. Теперь, смотрите. Что еще очень, я думаю, интересно. А где же они есть? Кто этими абрамсами? Ну, во-первых, 250 штук купила Польша. То есть, польские, типа танкисты, они могут на абрамсах ездить. А украинские, ну, никак не могут. Хорошо. Давайте дальше посмотрим. Где же еще есть? Вот, оказывается, абрамсы в Марокко. 11 июля 2016 год. Армия еще одной страны, еще одной. Приняла на вооружение. Слышите, американские танки абрамс. Вот. Они уже прибыли в Марокко. Заплатили 1 миллиард долларов, а не США, за эту партию. Там сотни этих пришли танков. Вот, 50 танков прибудут в Марокко до 13 ноября 2016 года. Вот. Ну, и такой будет у них, будь здоров там этот корпус. Очень много у них будет. Но они есть, оказывается, еще и в Египте, и в Саудовской Аравии, этих навалом абрамсов. И в Кувейте, слышите? И в Ираке, и в Австралии, и в Марокко, блин. Везде есть эти танки. И в Польше есть. А Украина нет. Нет, не может она иметь эти абрамсы. Понимаете? Украинская армия даже официально вошла в 15 самых мощных стран армии мира. И она не может иметь абрамсы. А? Ну, не дегенераты ли? Ну, дегенераты. А кто ж? То есть, нас дурят. И тогда надо говорить, есть, наверное, какой-то сговор. Или как? Или Путин их так запугал, что, видно, этот и Байден, этот, так сказать, мумия с этого восковая, с этого музея Мадам Тюсо. И этот Шольц, агент влияния Кремля, путинский, наверное, еще он тогда вместе с Меркель, они там, так сказать, пиво со Шнапсом пили в советско-коммунистические времена. Теперь еще этого Писториса поставили. А я думаю, этот, если почитать этого Рара и других, это чистый, так сказать, путинский какой-то агент влияния. То есть, они не дадут нам ничего.